Здесь живет ветеран. В Бобруйске началась республиканская акция. Дома ветеранов украсили звезды. Вместе с организаторами памятные таблички на домах участников Великой Отечественной войны закрепляла и Ангелина Дюкон. Чем спастись от угарного газа, кто займется алименщиками и где начнется год культуры. Информационную картину дня в несколько строк подготовила Диана Ленфольд. В детско-юношеский турнир по греко-римской борьбе на призы земляка заслуженного мастера спорта Сергея Лиштонка стартовал в Бобруйске. Он собрал более ста юных борцов со всех уголков страны. Чемпионами двора и олимпийских игр встретился Виталий Гаврусов. Памятнику быть. Посол Чешской Республики в Беларусь встретился с руководством Бобруйска. На повестку дня вынесли два вопроса – культурный и экономический. По обоим пунктам – зеленая дорога. Уже в следующем году на военном кладбище по улице Ванцети появится новый мемориал. Памятник будет установлен в честь чехословацких добровольцев, скончавшихся в Бобруйске и окрестностях в 1917 году. Планируется, что памятный знак будет сделан из мрамора или гранита. На нем будут выгравированы имена 15 чехословацких легионеров. Высота мемориала – 2,5 метра. Изготовят его в Бобруйске. Все затраты возьмет на себя чешская сторона. Открытие запланировано на 30 июня 2017 года. Я надеюсь, что это будет хороший след для людей из Чехии, которые будут иметь повод посещать Бобруйск. Второй вопрос – расширение и укрепление экономических связей. Сегодня Чехия реализует ряд инвестиционных проектов, касающихся развития промышленности и сельского хозяйства Беларуси. Мы занимаемся модернизацией свинокомплексов. Это будет уже вторая стройка той же самой компании. Одна сейчас заканчивается в Минской области. Следующая будет здесь, в Бобруйске. Это уже четвертый визит посла Чешской республики в Бобруйск. Делегаты заверили, что он не последний. Именно сегодня в планах укрепление сотрудничества двух государств по всем направлениям. Должниками займется прокуратура. Все больше бобручан отказываются платить элементы. В 2015 году в Бобруйске увеличилось количество граждан, которые умышленно уклоняются от содержания детей. Злостных неплательщиков элементов стало почти на 40% больше. Теперь прокуратура будет пристально следить за уклонистами, проводить профилактические беседы. На 1 февраля в Могилевской области на учете состоят 1532 лица, обязанные возмещать расходы на содержание детей, находящихся на гособеспечении. «Мы вместе! Год культуры» в Бобруйске начнется грандиозным концертом. 27 февраля в 12.00 на главной культурной площадке города на Березине состоится феерическое шоу, с которого начнется шествие мероприятий, запланированных в наступившем году. Несколько часов на сцене Дворца Искус праздничные программы будут представлять лучшие коллективы Бобруйска и Бобруйского района. А через несколько дней в рамках первого международного конкурса имени Оловникова Бобруйс будет принимать юных пианистов со всей Беларуси и ближнего зарубежья. В Минске состоялось традиционное открытое республиканское первенство и Кубок Белорусской Федерации Традиционного Карате Capital Cup 2016. В соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов, представляющих 43 команды из регионов Беларуси, а также команды из Санкт-Петербурга. Спортсмены секции карате-до, Центра досуга и творчества Бобруйска вернулись в соревнованиях с бронзовыми медалями. С начала года от угарного газа в Беларуси погибли 11 человек. В магазинах вырос спрос на приборы для определения превышения опасной концентрации газа в воздухе, сообщает Белорусское телеграфное агентство. Однако большинство газовых извещателей, представленных на белорусском рынке, произведены в России и Китае, не проходят проверку в Белорусском государственном институте метрологии. Приборы относятся к дешевым индикаторам, и государство не дает никаких гарантий относительно точности и чувствительности данных аппаратов. При покупке индикатора покупателю придется полагаться лишь на гарантии, которые дает производитель. Магазинам выгодно ими торговать за счет более низкой цены. Звезды на домах. В Бобруйске проходит акция «Здесь живет ветеран». Дома участников Великой Отечественной войны обрели памятные таблички. О памяти и помощи Ангелина Дикун. К вам делегация. Поздравить с Днём Защитника Отечества. Разрешите? Пожалуйста. Республиканская акция «Здесь живет ветеран» символично стартовала в День Защитника Отечества. Администрация Ленинского района вооружилась цветами, подарками и навестила героев Великой Отечественной войны. Пять адресов, пять убеленных сединами героев. Поздравления звучат с порога. Ветераны слушают стоя. Герои еще в строю. Жить как минимум до ста, чтобы я к вам пришел и поздравил вас за 100 лет. Каждый из этих ветеранов для нас очень ценен и важен. За то, что они есть с нами, за то, что они нам принесли победу, за то, что они хоть по возможности участвуют в военно-патриотическом воспитании нашей молодежи. Ветеран войны Василий Иванович Машнев встречает гостей на лестничной клетке. Попал на войну Василий в 14 лет. Уроженец Воронежской области служил в Украине в военно-дорожном механизированном отряде. Занимался я в основном полевой почтой, треугольнички разносил. Бомбежки у нас регулярные были, потому что немцы же тоже не дураки, понимаете. Они знали, что надо прервать это сообщение. И регулярно нас бомбили. К 16 годам Вася дослужился до старшего лейтенанта. Затем в спецшколу ВВС, авиационное училище. С 1952 года служба на Бобруйском аэродроме. В городе на Березине встретил и супругу. Вместе с Анной Григорьевной уже 53 года. Воспитали двоих детей, помогают воспитывать двоих внуков. Бывшая узница немецкого концлагеря и ее супруг хорошо знают цену миру. Пусть Господь Бог дает только мир всем в доме, над домом. Мир, мир, мир и здоровье. А все остальное можно сделать своими руками. Теперь дома ветеранов Бобруйске обозначены табличками, чтобы знали, помнили и помогали. Это отличный повод узнать о том, что именно в соседнем подъезде живет ветеран. После этой акции я буду помогать своему соседу. Чем попросит. В ответ на теплые слова и внимание ветераны благодарили и давали наказ курсантам. Будущим военным я бы желал здоровья, успехов во всех их начинаниях, дерзать, понимаете, и всю жизнь стараться узнать что-то новое. Мужество, верность Отечеству, чтобы с оружием в руках защищать нашу родную Беларусь. Акция «Здесь живет ветеран» продолжится до Дня Победы. Героев Великой Отечественной войны навестят курсанты и представители администрации города, выслушают просьбы ветеранов и выполнят их в полном объеме. Ангелина Дикун, Павел Зуев. Сегодня в Бобруйске. В Бобруйске прошел традиционный турнир по греко-римской борьбе. Призы победителям вручал заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских игр в Атланте и трехкратный чемпион Европы Сергей Лиштван. Виталий Гаврусев о славных традициях школы борьбы в Бобруйске. В 14-й раз в Бобруйск приехали более ста юных борцов со всех уголков страны. Этот турнир, его самая главная задача – это популяризация борьбы. И что может быть прекрасней, когда сам на этом турнире присутствует легенда, я бы сказал, белорусской борьбы – это Сергей Лиштван. Поэтому это здорово. Я думаю, что этот турнир будет и дальше продолжать существовать. И чем больше будет приезжать в город Бобруйск молодых этих мальчишек, с которых, мы надеемся, также появятся звездочки, как Сергей Лиштван. Еще совсем недавно Сергей Лиштван сам боролся за медали на крупнейших спортивных аренах мира. Но уже 18 лет он один из организаторов турнира и вручает призы юным борцам. Турнир уже как бы проходит не первый год. И уже приятно тех ребят, которые выступали на первых турнирах, они уже сейчас выступают за нашу национальную команду. То есть, в принципе, турнир такой нужный, как бы. Ну, я с удовольствием сюда приезжаю, когда приглашают. Среди сотни борцов на ковер в детско-юношеской спортивной школе номер 3 вышел и Никита Сидоров. Несмотря на свой юный возраст, борцу 10 лет он знает, что необходимо для того, чтобы стать чемпионом. Турнир – это возможность для молодых борцов проявить лучшие спортивные качества и побыть рядом с прославленным мастером. В прямом смысле слова прикоснуться к легенде белорусского спорта. На память фото с профессионалом высокого класса. Мне было приятно участвовать в соревнованиях и мне приятно было пожать руку у Сергея Лиштва. Многие из юных борцов уже не раз поднимались на пьедестал в различных турнирах. По мнению Сергея Лиштва, на сегодня подрастает талантливая молодежь, готовая прославлять белорусский спорт и служить хорошим примером для тех, кто еще не нашел увлечения по душе. Виталий Гаврсев, Дмитрий Шевцов. Сегодня в Бобруйске. Редактор субтитров А.Семкин